Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине, зачитая сводку новостей, что пишут российские издания и что пишут потом украинские издания, конкретно что происходит на фронте. Так, начнем, что пишет Майлрум. Российские силы контролируют около половины территории Бахмута, ну это Артемовское они называют. Так, где наш Бахмут многострадальный? Вот, пишут, что уже россияне практически там уже половину оккупировали. Российские силы контролируют около 50% территории Бахмута. В настоящее время идут серьезные бои в городской промзоне. Так, что еще пишут? Так, сейчас в Бахмуте, который занимали украинские военные, находится этот Бахмут в оперативном окружении. Альтерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город. Значит, уже все дороги, которые из Бахмута, уже простреливаются. Наши силы занимают около 50% самого города. Ведутся бои в промзоне. Достаточно серьезные бои, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело. Так, по его словам, российские военные при штурме промышленной зоны упираются на опыт, полученный в том числе и в Солидаре, как они наступали. В общем, они уверены, что город будет взять в любом случае теми силами, которые там находятся, и теми силами, которые брали Солидар, и ведут штурм Бахмута уже не первую неделю. Так, и вот, сейчас посмотрим, что пишут украинские издания. Украинские бойцы продолжают удерживать Бахмут в Донецкой области. Там идут позиционные бои. Российские войска пытаются захватить город. Так, сейчас армия РФ наступает по трем направлениям. Не, извиняюсь, по пяти направлениям. Там Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Шахтерском. В общем, судя по карте, вот есть карта здесь, начинает Угледар, а вот здесь Маринка и так выше. Ну, я вижу по карте, да, что по всей линии, вот, Угледар, Маринка, Авдеевка, потом тут Горловка, Бахмут и дальше вот тут Кременной. По всей линии они пытаются, как бы, наступать, но прорывов нет. В Бахмутском направлении враг пытается захватить город Бахмут, украинские защитники отбили атаки противника. В населенных пунктах Ягодная, Хромовая, Орехово-Васильевка. На Авдеевском, Маринском, Шахтерском направлении армии РФ осуществляют безуспешные наступательные действия в направлениях Каменка, Невельское, Новокалинова и Маринка. Так, и здесь, что здесь все пишут конкретно, вот, карта как раз есть. Так, в районе Авдеевки, Маринки российские оккупанты потеряли около трех рот личного состава, большое количество техники. Огромные потери сейчас армии РФ, особенно, вот, пишут здесь, Авдеевка, Маринка, вот, вот это направление, они пытаются, под Углидаром нереально потеряли там морпехов. И вот, по этой всей линии, говорю, это уже проверенные данные, что огромнейшие потери. Сейчас уже точно Путин даст, 1 апреля уже будет новый призыв. Так, около трех рот личного состава. Об этом сообщил спикер Дмитрий Шковский. Так, по его словам, ночью в районе Донецка россияне пять раз пытались штурмовать позиции ВСУ. Он отметил, что противник понес значительные потери в живой силе за минувшие сутки. Около трех рот убитыми районами. Также уничтожено большое количество техники и беспилотников. В целом, артиллерийские обстрелы уменьшились. Наступательная активность даже снизилась. А потеряли, сейчас, Россия потеряла потенциал, очень плохо с вооружением, именно с боеприпасами. Сейчас я вам сообщу новость, что, если нет снарядов, как бы нету, артиллерии не работает, наступать невозможно. И вот здесь карта показана, начиная с Углидара, и так выше, 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 вот по всей этой направлении. Вот здесь стрелками показано, где армия РФ сейчас ведет наступательные действия. Ну а судя, так, по этой карте, да. Вот здесь я видел наверху, они что-то пытались, в Харьковской области наступать, здесь дворичная есть, вот синим-красным. Ну, видно, тут тоже все застопорилось. Ну, говорю, в основном это мясорубка в Бахмуте, вот, вот, и все. В этом районе перемалывает, там, с одной и с другой стороны. В день-то, мне кажется, там от 800 до 1000 человек. А именно прорывов-то, как таковых, и нет. Судя по карте, просто все это, вот, на месте стоит, там, километр туда, километр туда. А смысл этой войны вообще никакого смысла. Просто огромнейшие потери с той и другой стороны. И вот пишут, что сейчас армии РФ не хватает боеприпасов. У них альтерийский голод, и у них уже установлен лимит на боеприпасы. Пригожин жаловался, да, что у них нет боеприпасов, не могут наступать, огромные потери. И вот теперь уже проверена информация, что да. На нескольком направлении для вражеских войск установлен лимит использования боеприпасов. Об этом заявил Алексей Дмитрошковский. Очень много разговоров от бойцов РФ, которые воюют на той стороне о том, что не хватает боеприпасов. Они испытывают определенный террористский голод. Потому что сейчас уже там установлен лимит, который не могут превышать. Если не превысили лимит, то на сегодняшний день остаются без боеприпасов. А как наступать? Где поддержка? Где артиллерия? Где минометы? Где что? Все, нету снарядов, нет войны. Закончилось наступление. По его словам, проблем не только у Евгения Пригожина, который жаловался на нехватку боеприпасов для ЧВК Вагнера. Это проблема всей российской армии. Все. Заканчиваются боеприпасы, нет наступления. Нет наступления, сидите в обороне. И ВСУ упадет в контратаку сейчас. Вот такая ситуация. Враг, по моему мнению, уже несколько выдохся и не имеет такой мощности, которую имел предварительно. Он также отметил, что в Запорожском направлении враг продолжает строить укрепление, что может следить лишь о том, что армия РФ боится наступления украинских войск. Все правильно. Они берут уже, роют окопы, укрепляются, готовятся к обороне. Они понимают, что Донецкое направление ранее поздно упадет. И слухи о том, что якобы с этой стороны будет контраступление, я думаю, АИ не ошибается. Рано или поздно ВСУ пойдет в атаку и уничтожит врага в этом направлении. И не спасут их ни рубежи, которые не построили ни фортификационные знаменитая российская оборона. В общем, вот такая ситуация на фронте. В общем, армия РФ сейчас выдыхается, ВСУ сейчас, говорят, в апреле пойдет в контрнаступление. Бойцы ВСУ уничтожили из Живелина два российских танка Т-72Б. Вот, от Живелина такой вот вылетает. Хорошо я видел, как они стреляют, так ракета летит, так, чуть-чуть снаряд. И бам! И очень точно выпадают. Башню первой из них отбросила огромное расстояние. В сети публикуется видеозапись, на которой записано уничтожение двух российских танков Т-72Б с помощью американского ПТРК «Дживелин». Так, и вот здесь ролик, я отдаю ссылку на него, посмотрите, как это происходит. Так, как сообщает цензор, на этот момент взрыва первого танка можно увидеть, как башню бронемашины отрывает от корпуса и отбрасывает на немалое расстояние. Это бедные эти танкисты, смертники, кто воюет в этих танках, БМП, БТР, они, говорю, первые смертники, у них сразу уничтожаются, сгорают танки, эти БМП, БТР, там нереальные потери. И вот я говорил вам, что не быть голословным, российскую армию хотят увеличить на 400 тысяч человек. Военкоматы вновь начали раздавать повестки. С 1 апреля в России начинается новый набор контрактников в армию. Для этого Министерство обороны РФ разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны документы. Да, вот информация, сейчас собирают контрактников, и общая численность будет до 400 тысяч человек. Так, все по плану. Там у каждой области свой план. Допустим, по плану Министерства обороны есть Челябинская, Свердловская области. Там должны набрать до 10 тысяч человек. В Пермском крае 9 тысяч. В общем, разнарядки дают, если военкомат не набирает сразу этого военкома, главного, кто набирает резерв, то есть призыв, их сразу увольняет и на фронт. Им сразу говорят, этим начальникам военкоматов, если вы не набираете нам 10 тысяч человек, сразу тебе автомат, и ты идешь туда, в Украину, под Бахмут, и там тебе все в окопы. Они сразу рвут там, как сказать, волоса на одном месте, и кровь из носа им надо набрать эти 9 тысяч, 10 тысяч человек, каждая область. Так, вот в Воронежской области вновь начали вручать повестки военкомат. Это было в сентябре, после объявления Владимира Путиным, так называемой частичной мобилизации. Так, ну и вот, да, сейчас приглашают как бы для этих повестки, а потом как бы для проверки воинского учета сначала, ну не пугать людей. А потом, как человек приходит, ему сразу повестку в лоб, говорит, все, вот вы направлены на эту службу, и все, и вы должны прибыть вместо дислокации, и все, их потом набирает, немножко подготавливает там 2-3 недели и на фронт бросает. И вот, говорю, сейчас в Госдуму России закон приняли о повышении предельного возраста службы от 27 до 30 лет, в общем, еще будет набирать до 30 лет. Так что вот, готовьтесь в России призывники, если у кого есть шанс, убегайте, прячьтесь, повестки не получайте, никаких что подписей. Если человек получил повестку, пришел в военкомат, все, сразу военную форму, автоматы на убой туда под Бахмут или под Авдеевку, Малинку, Углидар, и там пушечное мясо, говорю. А Путину все, выхода нет, такие огромные потери по-любому надо будет увеличивать, потому что я вижу, что сейчас происходит на фронте, там в день по тысячу человек гимнет, это нереально, это убитыми. Умножайте на 3, это ранеными, это вообще, это космические потери, говорю, и Украина тоже огромные потери. Так что, видите, новости для России не очень, сейчас новый набор будет весной. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.